здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала рыболовные сети и рыболовные мережи сегодня скажем мы уже давно с вами на канале кто следит за новостями и все время смотрит видеоролики то есть предоставлено очень много видеороликов интересных до информационных которые показывают как необходимо делать правильно рыболовные сети или мережи сегодня я вам покажу тот момент который непосредственно уже мы потихоньку с вами учились и теперь переходим более профессиональным сетям один из секретов скажем или не секретов а из правильности изготовления ботовой сети если примеру вы планируете в загон поработать до ботить и ловить рыбу то не вам необходимо вручную провязать режевые полотна режевые полотна и чтобы они были белые белые режевые полотна это именно для ботения рыбы если вы планируете просто сеть примеру поботить а потом ее просто поставить это в водоеме да то тогда можно использовать или нужно даже использовать то уже крашеные какие-то режевые полотна другим цветом а если чисто хорошую ботовую сеть уже профессиональную ботовую сеть что ее нам провязывать вручную и цвет должен быть белый да обычно там нить применяется обычно там 08 к примеру но обвязку крайние ряды там ниткой а единицы 1 и 2 на что было пожестче я вам показываю более профессионально как изготовить ботовую сеть чтобы хорошо ловила и хорошо с ней удобно было работать для этого то есть это режевые полотна белый цвет провязки да а внутрь непосредственно до внутрь части к я буду устанавливать непосредственно скрученную леску скрученную леску использовать частик со скрученной лески и так как уже есть видеоролики до представлены как это делается все скрученную леску и внутри режевых полотен до этот частик буду я готовить разбивать рамы внутри по краям будут стоять режевые полота а внутри будет стоять рамовая сеть рама тем самым скажем вот полотна провязаны там скажем на полтора метра на глубину провязать их там 18 до воде она будет полтора метра высота режевых полотен метр восемьдесят в жгуте воде она будет стоять полтора метра части к трехметровое полотно трехметровое полотно скрученная леска я буду ее рамить и рамить также на полтора метра будет два кармата тем самым непосредственно распределение полотна в ботовой сети она не все будет внизу как у режевой сети а будет распределено и в средней толще воды она будет как бы распределено да и в нижней на вытяжку карманы будут распределены это будет удобно и работать она не будет это все свисать там ботать чтоб удобно снял переставил прошелся там допустим на лодке или в забродных штанах выставил до прошелся прогнал опять снял опять дальше прошел выставил она меньше будет цепляться хорошо будет в обслуживании до применять конечно надо ботовых сетях там грузовой шнур какой-то там примеру если много камышей всякой травы продавливает то потяжелее грузовой шнур ну и также лучше применять там скажем какой-то типа плавающего шнура патент типа патента и правильнее будет патент чтобы он не путался до сети то легко выставлялась а то есть легко как бы она расправлялась и хорошо было удобно с ней бегать скажем так батить вот такой небольшой секрет да по ботовой уже профессионально рыболовной сети как это делается видеоролики представлены как делается рамы как сажается непосредственно ботовая сеть видеоролики есть на канале кто не умеет просматривать информацию информацию на канале там все данные есть есть мой телефон есть электронный адрес есть ватсап если кто-то не умеет пользоваться и посмотреть эту информацию то телефон для связи 8 950 221 3187 ватсап для связи 8 921 643 06 10 да пожалуйста кому необходимы какие-то вещи заказать какие-то непосредственно сети мережи какие-то изделия сетны пожалуйста да только ночью не звоните ночью я сплю то есть непосредственно такие всякие моменты мы с вами будем разбирать потихоньку будем их разбирать спасибо за внимание всем хорошего дня наступает лето хороших улов и всем удачи спасибо